Спасатели-любители со всей страны приехали в город на соревнования «Человеческий фактор», который организовали специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России. 33 команды из 17 субъектов, все студенты различных гражданских вузов. Им предстояло показать свои навыки по оказанию до врачебной медицинской и психологической помощи. Здесь ребята-энтузиасты, которые получают эти навыки для того, чтобы в этой жизни быть, наверное, полезной, иметь определенную устойчивость в свою психологическую. Ну и, конечно, научиться тому, чего мы многие годы забываем, когда смотрим только на врачей, смотрим на своих родителей, а прекрасно понимаем, что возможности человеческие неиссякаемы. И сегодня каждый из них черпает, наверное, свою внутреннюю возможность организма. Показать навыки нужно было на манекенах, у каждого из которых своя трагическая история и свой диагноз – удушение, отравление или травма. В этом году гораздо сложнее, как мы сейчас посмотрели, потому что статистов больше. И ситуации сложнее вообще. Мы к этому не были готовы. В прошлом году была легенда о сходе наледи. При всей этой ситуации пострадал человек, у которого была черепно-мозговая и перелом голени, а у второго была ситуация реакции апатии. Вот, и мы оказывали им помощь. При этом я даже не знаю, чего ожидать. По расчетам, которые представили сотрудники МЧС, получается, если среди взрослого населения хотя бы 25% будет владеть навыками оказания первой помощи, это будет существенное подспорье спасателям и медикам на ЧП. Тогда очень велики шансы, что на месте происшествия, аварии, дорожно-транспортного происшествия окажутся люди, которые будут знать и уметь, как оказать первую помощь. Ведь далеко не всегда на месте может оказаться профессиональный медик, спасатель, пожарный, который, они, конечно, приедут, но это занимает какое-то время. Пусть это минуты, но очень часто при серьезных травмах этих минут у человека нет. Соревнования «Человеческий фактор» проходят в три этапа. Это второй – отборочный. Третий состоится в Москве. Там соберутся команды победителей промежуточных состязаний. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.